Приветствую, уважаемые натуралисты. С вами канал Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами, подписывайтесь и ставьте лайки, они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Самые умные и социальные хищники на планете обитают далеко не только в холодных лесах Евразии. Я уже рассказывала про редкого красного американца и про белых ходоков с севера. Всех их можно найти в плейлисте собаки. Ну а сегодня у нас в гостях их африканский товарищ. Встречайте африканского золотого волка или большого шакала. Вид хищных млекопитающих рода волков семейства псовых. Прописан наш африканский волчара на севере и северо-востоке Африки. Ареал вида занимает территорию от Сенегала на восток до Египта. Встречается в основном в степных и равнинных полупустынных районах. Наибольшая популяция обитает в Танзании на территории национального парка Серенгетти. Кстати, именно золотой волк в древнем Египте использовался для изображения бога Анубиса, который был хранителем границы между земной жизнью и загробным миром. Впервые этот вид волков был описан в 1820 году. Однако вскоре на основе сходства формы черепа и морфологии зубов он был признан североафриканской формой обыкновенного шакала. Но наука не стоит на месте и в 2015 году был проведен генетический анализ ДНК африканского волка. И тут-то и выяснилось, что африканские шакалы не имеют ничего общего с евразийскими. Они находятся ближе к обычному волку и эволюционно разошлись с ним больше, чем полтора миллиона лет назад. Но и на этом спор великих умов так и не завершился. И в настоящее время с классификацией африканского волка в научных кругах происходит невероятнейшая путаница. Кстати, на 28 процентов золотой волк генетически близок к эфиопскому волку, ролик про которого тоже есть. А вообще золотой волк похож на шакала не просто так. Это объясняется конвергентной эволюцией, вызванной адаптацией к условиям окружающей среды. Длина тела золотых волков до 90 см, вес до 16 кг. Животные, обитающие на севере, заметно крупнее своих южных соплеменников. Самочки примерно на 12 процентов легче самцов. Большой шакал ведет преимущественно сумеречный и ночной образ жизни. Часто живут в одиночку парами, небольшими семейными группами или стаями, в зависимости от климатических условий и обилия кормовой базы. Наиболее распространенной социальной единицей является родительская пара со своим потомством, собственно, как и у других волков. Африканские волки – это очень общительные и весьма шумные животные. Они общаются между собой с помощью разнообразных звуковых сигналов, включающих вой, лай, плач, рычание и даже нечто похожее на истерический смех или хихиканье. А их главными природными врагами являются пятнистые гиены, которые тоже любят похихикать. Хотя кому гиены не враги, это еще надо подумать. В меньшей степени опасность для золотых волков представляют львы и леопарды. Большие шакалы, как и все волки, всеядны. Около 60% рациона занимают различные позвоночные. В вседневном меню преобладают зайцы и грызуны. Нередко они наведываются на крестьянские подворья и загрызают домашний скот и птицу. В прибрежных районах большие шакалы едят рыбу. Хотят любви золотые волки, как и большинство обитателей Черного континента, всегда, ибо тепло там тоже всегда. Однако брачный период на большей части ареала проходит с октября по декабрь. Потомство обычно появляется ранней весной в начале сезона дождей, когда приходят стада копытных животных. В Северной Африке пик рождаемости наблюдается с марта по май. Ритуалы ухаживания африканского золотого волка необычайно длительны. Самец подолго ухаживает за своей самочкой. И, конечно же, африканские волки, как и другие волки, моногамны. После 63 дней беременности волчиха рожает от 1 до 9 щенят. Обычно это происходит в норе трубкозуба. Ролик о нем ищите в плейлисте «Животные Африки». Малыши рождаются слепыми и беспомощными. Глаза у них открываются на девятый день, а через два дня прорезаются первые зубки. Молочное кормление продолжается от 8 до 10 недель. Затем щенки переходят на твердую пищу. Кормы приносят родители и старшие братья из предыдущего выводка. А живет африканский золотой волк в среднем около 14 лет. А как вы считаете, на кого все-таки больше похож золотой волк на большого шакала или серого волка? Напишите в комментах. Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим Вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю Ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного Вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео, там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова